Если 50 человек из каждой тысячи станут донорами, этого будет достаточно, чтобы обеспечить лечебное учреждение важным компонентом, говорят медики. Ведь в настоящее время метод переливания крови для спасения жизни и здоровья человека используется практически во всех отраслях медицины. Об этом знают жители Уварова, которые активно отзываются на призыв сдать свою кровь. Никто никого не заставляет. Все по собственному желанию. Ну не знаю, для здоровья, чтобы людям может помочь кому-то, как приходится кровь. Пять человек, такое количество мест в операционном зале. Главная процедура занимает порядка 7 минут. 400 грамм такого количества крови хватает для переливания двум нуждающимся. А для взрослого здорового человека процесс совершенно безопасен. Более того, считается, что донорство полезно. Ну вообще это полезно. Хотя бы иногда сдавать. Скажем так. Ну и кофе все, оно людям нужно. Доказано, что донор со стажем реже и позднее заболевает ишемией и гипертонией. Павла можно назвать потомственным донором. Хорошим примером для него стало крестное, который до звания почетный, осталось отдать свою кровь еще один, сороковой раз. Кому-то требуется на операцию, кому-то еще-то у меня родственники просто так же попадали, что нужна была кровь. Ну я просто сам понимаю, я сам хожу добровольно. В день приезда в наш город передвижная станция переливания крови принимает порядка 100 человек. Поэтому тамбовские медики неоднократно отмечают, что уваровские жители занимают активную позицию в области развития добровольного донорства. И вносят значительный вклад в общее благое дело. Ирина Мерезлякова, Варвара Павлова, Александр Трегубов. НашГород.